Некогда популярная серия космо-хорроров Dead Space уже больше пяти лет как всё. Пора принять, простить и отпустить, но не у всех это получается. Да-да, не один я со своей историей серии рефлексирую на пепелище. О былых вехах мёртвого космоса вспоминают и тысячи фанатов, и сами разработчики, и даже разработчики других игр, и их воспоминания зачастую во что-то выливаются. Давайте и мы последний раз воздадим должное команде Visceral, отметив какой вклад они оставили после себя. Тем более, что у нас есть что отметить. Влияние игры можно проследить в Alien Isolation, Halo, The Division, Battlefield, Call of Duty, Внезапно в Рике и Морте, а ещё во всей VR-индустрии целиком. Так придадимся же приятной ностальгии, и сделаем это без тени грусти. Но перед тем, как забегать вперёд и разговаривать о прекрасном, предлагаю сладострастно навернуть дёгтя. Сейчас я напомню, какой Dead Space мы лишились. Отвечая на комментарии, которые появлялись даже под последним видео из цикла истории серии, нет, четвёртой части не будет, по крайней мере не в ближайшие годы. Основные разработчики давно разбежались кто куда, и в этом кто куда чувствует себя вполне комфортно. Нет, выкупить права на кикстартере UEA, чтобы перепоручить разработку, тоже не получится, это так не работает. Разве что надеяться, что какие-нибудь энтузиасты сплагиатят игру, изменят имена собственные и назовут проект идейным вдохновителем. И, в общем-то, к этому мы сегодня ещё вернёмся. Всё, что мы можем получить от той же команды из тех же людей, это отголоски информации о том, какой могла бы стать Dead Space 4. О нереализованных планах на франшизу в интервью Еврогеймеру поведал Бен Ванат, бывший креативный директор Виссеру. Он рассказал, что главная тема четвёртой части возникла под вдохновением от потерянной флотилии, с которой игроки впервые встретились в триквеле. Только теперь у вас был бы собственный корабль, на котором вы бы дрейфовали по космосу. Исходя из слов Ваната, survival horror мог бы превратиться чуть ли не в симулятор выживания. Игрок пытается достать ресурсы для нормального функционирования, штурмуя заброшенные корабли, встречающиеся на пути, и сражается со вспышками инфекции на их борту. Вы бы искали последних выживших, чтобы помочь им, а также расширить собственный экипаж за их счёт. Напоминаю, что клиффхенгером Dead Space 3 стал мир, летящий ко всем чертям. Поэтому выживание игрока превратилось бы в выживание человечества. Ванат рассказал о том, как бы это повлияло непосредственно на игровой процесс. В третьей части флотилия показала, каким может быть нелинейный геймплей, и нам очень хотелось углубиться в это чувство. Акцент в игре значительно сместился бы в сторону собирательства, а инженерная составляющая углубила бы свои корни и, возможно, даже заставила бы напрячь пару извилин. Как и в Dead Space 3, игра должна была предложить компромисс между линейными сюжетными главами и нелинейным открытым миром, но в пользу последнего. Ванат раскрывает гипотетическое развитие событий. Вы начинаете своё путешествие в космосе, слоняетесь в поиске дополнительных деталей и топлива, чтобы зарядить шоковый двигатель. Вы вольны изучать заброшенные корабли-призраки, скрывающие свои тёмные истории и полезные ресурсы. А строго прямой путь приведёт вас на сюжетную орбитальную станцию, где история получит своё развитие, а герои — возможность совершить шоковый прыжок до соседнего сектора. Ванат признаётся, что всем разработчикам понравилось создавать разнообразные интересные корабли в триквеле. Они хотели повторить это в невышедшей части, хотели придать каждому функциональной и стилистической индивидуальности. Каждое судно должно было запомниться и отпечататься в памяти, так же плотно, как в своё время отпечаталась и Шимура. К релизу нас бы ждали десятки Шимур. Вернулся бы и крафтинг, но уже в новом обличии. В центре внимания поиск идеального баланса для характеристик оружия, постоянная возня с деталями. Что Ванат нашёл непрактичным — это слишком большая творческая свобода третьей части. Это отняло синергию между оружием и игроком, которая была раньше. Мы и зря позволили разорвать пара основного и альтернативного огней. И на этом абстрактном объяснении всё, но планы наверняка были наполеоновские. То же касалось и некроморфов. Основной проблемой Ванат назвал тот факт, что некроморфы не могут преследовать Айзека в невесомости. А те, что уже находятся по ту сторону обшивки, сильно ограничены в движениях. Но стоит сделать нуль гравитационного врага, который может змеёй извиваться сквозь коридоры, продвигаться в открытом космосе и вцепляться в игрока, чтобы сорвать с него маску и сожрать его лицо? Это вернуло бы вас в старые добрые деньки. Чьё лицо могли бы срывать некроморфы — тоже не такой уж и открытый вопрос. После апокалипсиса разработчики вполне могли бы начать всё с чистого листа и в качестве главного героя поставить кого угодно. Например, совершенно нового персонажа. И окружали бы его тоже абсолютно незнакомые фанатам люди. Впрочем, самому Ванату была интересна история Элли Лэнгфорд. И именно её он представлял главным протагонистом. Ходили слухи, что составить ей компанию или даже заменить её могла Алексин Уэллер, одна из персонажей Dead Space Extraction и дополнение Северет для второй части. Что самое волнующее, именно Четвёрка собиралась раскрыть глаза на истинное происхождение некроморфов. Висерал собиралась заглянуть в самые истоки хаоса и найти ответы на главные вопросы. И, судя по комментариям Ваната, эти ответы бы игрокам не понравились. Кто знает, может быть и нитологи не были так уж и не правы. Что это за ответы, Ванат не уточнил. И даже больше — он не сделал этого по той причине, что всё ещё до конца не исключает возможность выхода новой части. Ты никогда не знаешь наверняка. Кто-нибудь может посмотреть в старый каталог EA однажды и сказать, что случилось с Dead Space. Мы должны вернуть её назад. На этой оптимистичной ноте самое время перейти к следующему пункту. Давайте поговорим о наследии Dead Space, отражённом в других играх от других разработчиков. Этот длинный шлейф тянется через года и особенно хорошо проявляет себя в такой банальной вещи, как в пасхалке. Начнём, разумеется, с самолюбования, когда Visceral оставляла следы мёртвого космоса в собственных играх. Так, инженерный костюм Айзека Кларка можно встретить в Dante's Inferno. В местной эстетике вселенной Данте, Кларк выглядит настолько к месту, что на какое-то время это вполне сойдёт за номерную часть сурвайвл-хоррора. В Army of Two The Devil's Cartel тоже внезапно за авторством Visceral есть маски Айзека и Карвера, которые можно напялить на своих подопечных. Это, в свою очередь, подойдёт тем, кому понравилась третья часть и её кооперативные мотивы. Battlefield Hardline полнится пасхалками не в меньшей степени. Например, посидев достаточно долго в главном меню, вы увидите заставку, которая начинается с… Ишимуры, парящей на орбите EGD-7. Что ж, незнакомые с Death Space игроки испытали мимолетное экзистенциальное недопонимание. На мультиплеерной карте Hollywood Heights можно найти изваяние обелиска. В пламени догорающих холмов монумент выглядит… дьявольски привычно. Ресторан Ишимура ждёт гостей на карте Даунтаун и в паре миссий в компании. Что характерно, прямо рядом с ним в торговом центре расположился личный магазинчик Элли Лэнгфорд. Неизвестно, чем именно торгует девушка. Может, глазными линзами. А может, собственным достоинством. Да-да, подруженька, мы ещё долго не простим тебе предательства Айзека. В пятом эпизоде компании вы можете наткнуться на вывеску «Реальность Висцерал». А спрашивать указатель любезно предлагает самого Айзека Кларка. Этот же Айзек Кларк, видимо, снимается в вестерне «Дьявол, которого ты знаешь». Можно встретить на той же карте Даунтаун. Капитан Лайтспид, маскот производителя шоколадок во вселенной Dead Space, может быть замечен в эпизоде 6. А в седьмом эпизоде тонкая отсылка, которую поймут только настоящие фанаты Dead Space. Два преступника без зазрения совести рубятся в первую часть. Если обнаружить себя перед ними, то они даже на паузу поставят. Ну и, конечно же, пенг. На Hardline всё закончилось, но начиналось ещё с Battlefield 3. На карте Epicenter с дополнением Aftermath, взорвав стенку, можно обнаружить шлем Айзека из второй части игры. Шлем активирован и даже дышит. По-айзековски. Плюс были костюмы в Battlefield Heroes, которая в каком-то смысле предвосхитила появление Карвера в 2009-м. Тогда Visceral ещё не имела никакого отношения к серии мультиплеерных шутеров, но что Dead Space, что Battlefield обе вышли из-под крыла EA, а пасхалки тогда кочевали между всеми играми издательства. Например, Айзека можно было активировать чит-кодом в Skate 3, о чём мы, кстати, рассказывали в одном из предыдущих видео. А ещё Айзек заглядывал в гольф Тайгера Вуца и в NBA Jam. С гольфом ещё более-менее понятно, всё-таки с этой серии когда-то начинала Visceral, и пусть её уже давно делает другая компания, это выглядит как некая дань уважения, что ли. Но как объяснить появление космического экзоскелета в баскетболе? А проще простого, на самом деле в играх одинаковая модель риггинга, читай скелета персонажа. Поэтому их без всякой потери времени можно было просто таскать между проектами. Да, странновато, зато без лишних затрат. А вот появление Айзека в My Sims Sky Heroes уже чистой воды салют про отца. И над этой серией Visceral трудилась до survival-хоррора. Правда, коллектив хотел добавить костюм ещё в My Sims Agents, над которой тогда работал сам, но что-то пошло не так. Доспех сэра Айзека из Кларка можно разблокировать в Dragon Age 2 за покупку Dead Space 2. Описание гласит, что история рысаря стала одной из любимых страшилок на ночь среди бардов Тедоса. Сказ про принцессу Элли, который благородный герой спас из лап некродракона, остаётся на совести фикрайтеров. Айзек стал играбельным персонажем в PlayStation All-Star Battle Royale. Он принял вызов на турнир за сигнал обелиска и решил изучить это место поподробнее. Забавно, что главным врагом инженера становится Зевс из God of War. Бог подслушивает разговор Айзека об уничтожении некроморфов. Он принимает новость о том, что смертный убивает восставших из мёртвых за вмешательство в дела Аида и, как следствие, за оскорбление богов. На почве этого и разгорается конфликт. В репертуаре инженера Пила, Кинезис Стазис, фирменный Пинок и не менее фирменный плазменный резак. Полный комплект. Ну и не забудем про мимолетные отсылки в других играх. Например, на кораблях в Saints Row the Third можно встретить объявления о пропавших судах. Среди них числится и USG Ишимура. В кинотеатре в Infamous Festival of Blood прокатывает фильм Dead Face с рейтингом R. А мёртвого Айзека можно встретить в Duke Nukem Forever. Есть и другие, более надуманные пасхалки, но здесь я не претендую на истину в последней инстанции, так что сменяю взятки гладки. Например, фрегат Мона Лиза из книги Hello Evolutions. Вылета Ишимура. Что по дизайну, пресловутые ребристые мотивы. Что по судьбе, потому что практически весь экипаж погиб под воздействием инопланетной паразитической формы жизни, поглощающей биомассу. Разве что в агрессорах числились не некроморфы, а потоп, но это уже детали. Одна из голов для Zero из Borderlands 2 отдалённо напоминает шлем протагониста мёртвого космоса. Даже название соответствующее. Engie, сокращение от Engineer. У Феникса из Heart of the Storm есть две любопытные способности. Plasma Cutter и Planet Cracker. Уж не знаю, случайно или специально в этом герое сошлись две визитных карточки серии Dead Space, но совпадения более чем любопытные. В парадийном скетче SNL команда космического корабля носит нашивки, на которых изображён ну вылитый обелизм. А в очередной промке Рика и Мортин и Adult Swim можно услышать обработанный рёв некроморфа Брута. Просто чтобы вы знали, что пасхалки бывают и аудиальные, и они не исчерпываются криком Вильгельма. Но отсылки — это лишь приятные почести, а вот вдохновение — уже совсем другой разговор. Dead Space задала высокую планку качества в большом количестве аспектов. Это подтверждается в том числе многообразием и разносторонностью элементов игры, которые расходятся на концептуальные цитаты. Следующие три проекта, например, Мёртвый Космос вдохновил в самых общих чертах. Разработчики впечатлились сурвайвл-хоррором и отправились создавать свои собственные sci-fi-страшилки. Так, например, Hollow загоняет вас на шахтёрское судно, команда корабля без вести пропала, а в антагонисты записались экспонаты бади-хоррора. Среди дополнительных ассоциаций — галлюцинирующий мёртвой любимый герой или, например, проецирующийся на поверхность карта. Круче, чем локатор, но ножки понятно откуда растут. Persistence — VR-эксклюзив для PS4. В нём вы займёте место последнего выжившего на космическом корабле, команда которого мутировала во что-то злобное и агрессивное под воздействием инфекции. А в качестве оружия необходимо использовать подручные инструменты. Отдельным пунктом референсной программы служит попытка в диагетический интерфейс. Это, напомню, такой интерфейс, который одновременно существует и для игрока, и для героя, то есть вписан в мир игры. Но, конечно, удаётся не везде. Фантарок — это корабль-призрак, инфекция, мутанты — всё по списку. Диагетический интерфейс тоже в комплекте, плюс заигрывание с темой религиозных фанатиков, а-ля юнитология. Но ещё разработчики подсматривали в левел-дизайн и пытались повторить то заветное ощущение клаустрофобии, которое сильно впивалось в любого посетителя и USG Shimura. Мы хотели загнать игрока в угол так же, как это делала Dead Space. Beauty 0.2 — грязный тёмный корабль с тяжёлой гнетущей атмосферой. Инженерные отсеки — это стали ржавчином, но, с другой стороны, у нас есть медицинские и административные помещения, залитые кровью. Мы также добавили много узких коридоров и несколько больших открытых зон. Всё это сделает конфронтацию с монстром гораздо более захватывающей. Но эффективнее всего наработки левел-дизайнеров «Мёртвого космоса» удаётся использовать левел-дизайнерам «Мёртвого космоса». Бен Джонсон, трудившийся над оригинальным sci-fi-хоррором, после ухода из Visceral создал небольшую студию The Deep End Games. Там, на пару с приятелем, он выпустил инди-хоррор Perception, где игрок примеряет на себя роль слепой девушки. Бывший опыт пригодился, хотя действие Perception происходит не в будущем, и не на заброшенном в космическом корабле, заражённом инфекцией. Когда ваша среда естественным образом ограничена, будь то космический корабль или дом, вам необходимо серьёзно задуматься о том, как игрок будет проходить через это пространство. Perception, я хочу, чтобы вы всегда чувствовали, что это один и тот же дом, не слоняясь при этом по одному и тому же коридору. Как и в самой первой Dead Space, повествование в игре ведётся от окружения. В этой истории нет катсцен, поэтому разработчики постарались подтолкнуть игрока к изучению локаций. С таким способом сторитейлинга очень велик риск, что игрок упустит детали, поэтому направить его сможет только талантливый геймдизайнер с богатым портфолио. В конечном итоге, правда, Perception всё же не выглядит духовным наследником пультового хита Visceral. Alien Isolation, кстати, тоже, и на то есть свои причины. Ведущий дизайнер игрового спин-оффа «Чужих» Алистер Хоуп однажды дал интервью порталу Edge. В нём он признался, в каких играх Creative Assembly искала свою музу. Мне кажется, наша команда получила много пользы от оригинальных Dead Space и Resident Evil, но эти франшизы винулись в направлении, которое... Я думаю, фанаты обеих первых частей были маргинализированы, и иногда чувствуется, будто бы сегодня эти игры находятся всего в паре шагов от гирсофор. А вот Shadows of Kepler, судя по всему, придерживается диаметрально противоположной тактики и следует пути обеих франшиз. Во всяком случае, сами авторы называют свой грядущий проект Dead Space встречает Resident Evil 7. На данном этапе сложно понять, что именно они имеют в виду, поскольку в трейлерах игра не похожа ни на то, ни на другое, но с релизом демки, который обещает в ближайшее время, ситуация может проясниться. А вот в совсем другие дебри заносит игру Dolman, тоже по чистосердечному признанию создателей экзотический микс. Но теперь уже из Dead Space и Dark Souls. От салцов достались боёвка и система навыков, от мёртвого космоса — шутерная составляющая, а также общий антураж и боди-хоррор. Кроме того, Dolman обещает зарыться в лавкрафтовские мотивы, а Говард Филлипс неслабо так повлиял на самих разработчиков Dead Space. Насколько актуальны эти параллели, узнаем уже в 2020-м. Ну и вот ещё один чудаковатый пример того, как влияние Visceral распространяется самым неожиданным образом. Так, создатели Stasis вдохновились подходом своих коллег к интегрированию интерфейса в игру. Поэтому каждый КПК, каждый лог, каждое устройство сопровождается аутентичным экраном, чтобы погрузить игрока вглубь созданного мира. А вот дилогия Dead Effect, как сильно бы вас не убеждали в обратном, на Dead Space похоже примерно никак. Разве что нагло содранным шрифтом, но это до комичного мелочное сходство. Однако неспроста это уже второй sci-fi-хоррор, который кивает в адрес мёртвого космоса бороздящий просторы VR. Многие дизайнеры сходятся во мнении. Именно в виртуальной реальности наследие Visceral будет жить и развиваться. Пресловутый диагетический интерфейс обеспечивает максимальный иммерсивный опыт, заставляя игрока верить в происходящее вокруг. Теперь индикатор здоровья заключён в запястник. Патроны проецируются над оружием, инвентарь всплывает голографическим интерфейсом дополненной реальности, который виден как игроку, так и персонажу. Да, конечно, всё это придумал не Дина Игнасио, который проектировал интерфейсы в Dead Space, но он определённо придал импульс всей этой истории, побуждая остальных гейм-дизайнеров придумывать всё новое и новое ухищрение, чтобы разгрести дисплей и размыть границу между игрой и реальностью. Кстати, именно в эту индустрию упомянутый Дина в итоге и подался после распада Visceral. Какое-то время он работал в команде Oculus, и, например, грядущая Echoes VR в полной мере отражает его линию. В 2014-м Oculus купил Цукерберг, и теперь Игнасио продолжает продвигать принцип диегетики. Только в приложениях виртуальной реальности Facebook. Но давайте стянем шлемы и вернёмся в мир игр обычных. Там тоже можно найти яркие примеры того, как подход Дина повлиял на индустрию. Диегетический интерфейс существовал давно. Можно вспомнить, например, Колуф Ктуху, или Фар Край, или Метро. Во всех этих играх интерфейс расфасован в физически ощущаемые персонажем элементы мира. Но Dead Space привнёс новую ноту в развитие, через технологии будущего. Одним из самых крутых идейных продолжателей-подражателей можно с чистой душой назвать Tom Clancy's The Division. Патроны, способности, расходные материалы. Все индикаторы отображены в дополненной реальности и привязаны к персонажу. Умные часы предлагают навигацию по разделам меню. А карта... Что ж, это, наверное, одно из самых гениальных решений геймдизайнеров. Простирающаяся у вас под ногами, она позволяет буквально пройтись по ней и в полной мере прочувствовать как её гигантские размеры, так и могущество современных технологий. Хотя и карту, и часы к релизу упростили для удобства. Всё-таки наглядные плитки куда комфортнее, чем длиннющий список, где видно всего три с половиной позиции за раз. Ровно как непрозрачная карта всё же лучше, чем та, которая просвечивая сливается с полом. Но попытки смешать геймплейные части с миром всё равно отличные. Всё же, наверное, будет грубо обобщить, что такой интерфейс целиком вырос из Dead Space, да и разработчики ни разу не ссылались на игру в качестве референса. Но очевидно, что Ubisoft Macev ухватила тенденцию, и survival horror стал одним из ориентиров на пути к реализации. К тому же, шутка ли, но искусственный интеллект, контролирующий совершенные технологии агентов, называется Intelligent System Analytic Computer. Айзек. Неожиданно, но под сильное воздействие Dead Space попало даже Call of Duty. Вы помните, как в Advanced Warfare внезапно пропал интерфейс? А все индикаторы, включая патроны, альтернативные патроны, два вида гранат и топлива джетпака, переехали на бок текущего оружия. Но мы уже выяснили, что интерфейс у мёртвого космоса гораздо подражать многие, однако Call of Duty берёт от нашего хоррора даже больше. Например, многофункциональность пушек и вариативность их применения. Допустим, граната, которая имеет целых три режима в зависимости от ситуации, сканер, эми и ракета с наводкой. Хотя и практически любая пушка имеет 2-3 режима стрельбы, и именно это навеяно арсеналом Айзека Кларка. По крайней мере, так говорит креативный директор Брэд Робинс. Он же настаивает, что ребристый дизайн танка на воздушной подушке Т-740 создавался не без оглядки на USG Ишимура. Звучит, конечно, сомнительно, но есть причины этому доверять. За Advanced Warfare стоит Глент Скофилд, генеральный директор Следжхаммер, который и создал компанию сразу после ухода из Виссерал. Сразу после того, как разработал самую первую Dead Space. И, видимо, упаковал при переезде с десяток другой интересных идей. Идеи эти начали воплощаться в ту же секунду, как Скофилд переступил через порог нового здания. Более того, изначально он собирался представить миру принципиально иное видение Call of Duty. И, самое забавное, следующая игра тоже должна была стать похожей на мёртвый космос. Местом действия Скофилд выбрал Камбоджу в альтернативной истории. Это была бы скрытая война, события которой разворачивались бы параллельно Вьетнаму. В качестве декораций при этом выступали бы беспросветные ночные джунгли и тысячи миль подземных тоннелей. Страх неизвестности, снующие впереди тени, зарытые на каждом повороте мины. А ещё вид от третьего лица. Так, Скофилд собирался превратить Call of Duty в Dead Space. Но со временем проект зарубили. Официальная причина — непопулярный сеттинг. Две неофициальных слишком далёкие от самой серии «Эксперимент» и сомнительная тема Вьетнама, которая давно стала болевой точкой Америки. Так, Слэджхаммер переключилась на разработку Modern Warfare 3, а после этого приступила и к Advanced Warfare. Но, так или иначе, дальше всех в деле продолжения идеи Dead Space, конечно, продвинулась инди-игра Negative Atmosphere, проспонсированная за счёт краудфандинговой кампании на Кикстартере. А теперь давайте поподробнее остановимся на игре, которая всерьёз взялась копировать оригинал во множестве аспектов. Начинаем загибать пальцы. Раз. Это сурвайвл-хоррор в качестве места действия, избравший тесные коридоры космического корабля-призрака Русаном. Почему-то без префикса USG или CMS, но да ладно, это на совесть авторов. Два. Русанов пустует лишь номинально. Экипаж поразила неизвестная инфекция, и теперь борт полон агрессивных монстров, созданных в лучших традициях боди-хорроров. А сами монстры. Три. Уничтожается меткими выстрелами по суставам. Четыре. Главный герой снова не солдат, но и не инженер. Медик. Для полной коллекции осталось отправить в космос разведчика и бойца поддержки. Зовут его Сэмуэль Эдвардс, и за плечами у него непростое прошлое с кучей скелетов в шкафу. Возможно, это одна из причин, по которой пять он испытывает сильные галлюцинации. С поправкой на то, что здесь не обошлось без психотропных веществ, которые, видимо, подавляют посттравматический синдром. Но, тем не менее, его психическое здоровье ухудшается по мере прохождения. Оружие. Шесть. Будет производным от инструментов будущего. А ещё семь. Хотя рукопашный бой будет наименее эффективным вариантом расправы, втоптать изрядно подраненного противника в пол вполне представляется возможным. Но и противник. Восемь. Подловив Эдвардса в уязвимом положении, разорвёт того на части в изощрённой сценке. Представить масштаб фантазии любителей слэш-ружастиков можно не только в последнем трейлере, но и в набросках любезно предоставленных разработчиками. Само здоровье, девять, будет в полной мере отображаться на персонаже, продолжая линию диагетического подхода Виссерал. Чем хуже себя чувствует Эдвардс, тем больше крови на костюме, хромоты в походке и хрипов в лёгких. Не забываем про пресловутый индикатор на спине, который, правда, здесь выглядит иначе. Ну и, разумеется, вас ждут ограничения боезапаса, тактический подход к перестрелкам, а также море побочной информации, озвученной в аудио- и видеодневниках. Но это жанровый реквизит, а не реверанс в сторону мёртвого космоса. Просто чтобы вы знали, что в предварительном списке обязательных ожиданий можно проставить все галочки. Как бы то ни было, в какой-то момент и сами авторы начали переживать насчёт большого количества параллелей. И вот в последнем трейлере у Эдвардса пропал огонёк в глазах. То есть подсветка в шлеме, явно унаследованная у защитного костюма Dead Space 2. Да и сам ребристый скаф в значительной мере переработали, превратив в более привычную космическую униформу. Сменилась и цветовая схема, теперь оранжевый хит сезона, что распространилось как на игровой интерфейс, так и на интерфейс костюма. Все трейлеры с тем, как игра выглядела раньше, были удалены с официального канала. Непонятно, в чём заключается причина таких перемен. Страхе превратиться в слишком дословный пересказ своего прародителя, или не менее серьёзном страхе вступить в конфронтацию с юристами EA. Так или иначе, негатив атмосфера постепенно становится самодостаточным. И даже больше. Судя по всему, у игры будет чем удивить игрока. Так, например, в игре обещают представить не только монстров, но ещё и живых людей, и даже роботов. И с теми, и с другими будет и мир, и война. Люди преследуют свои эгоистичные цели, но иногда они совпадают с вашими. А искусственный интеллект неисправен, но некоторые машины всё же можно будет взломать. Часть стычек разрешается и вовсе избежать. Где-то с помощью стелса, а где-то, найдя альтернативный маршрут. Это, кстати, важно. В концепции фигурирует словосочетание «полуоткрытый мир». Поэтому перемещаться по кораблю время от времени можно будет в произвольном порядке. Это вызывает отдельный пласт проблем. Вам придётся самолично разбираться, куда идти, потому что никакого локатора здесь не будет. Разработчики уверяют, что частенько игроки будут сбиваться с маршрута и заходить в тупик, что отлично работает на руку атмосфере хоррора. Вдобавок героя ждут случайные встречи, и одно прохождение в некоторых аспектах будет отличаться от другого. В пример приводится ситуация, когда герой прибывает на медицинскую палубу и обнаруживает там охранников, тогда как при следующем старте игрок находит там только гору трупов. Это усиливает мотив реиграбельности, заложенный ещё в оригинальной Dead Space и в жанре сурвайвал-хоррора в целом, что не может не радовать. Сам Эдвардс, в отличие от Айзека версии Dead Space 1, сразу озвучен и ведёт себя довольно агрессивно. Его бесит положение, в котором он оказался. Сценаристы проводят параллели с Крисом Рэдфилдом из Resident Evil. В довесок ко всему, создатели зарекаются не добавлять в игру кооператив или мультиплеер, а также какие-либо платные DLC. Количество скримеров свести к минимуму. Иногда будут встречаться секции с наступающими волнами врагов, но их количество всегда будет умеренно высоким. И негатив атмосфе никогда не переступит порог между сурвайвал-хоррором и чистокровным шутером от третьего лица, как в итоге случилось с Dead Space 3. Хотя, из увиденного, арсенал всё же будет многообещающим. Иногда будут встречаться секции с сопровождением, но не вы будете сопровождать кого-то, а наоборот. Например, охранный бот, который будет избавляться от монстров за вас, пока не развалится на куски. А ещё будет включатель-выключатель ненормативной лексики. Мелочи, а спасибо. Негатив атмосфе делает команда из 11 человек, которые поддерживают связь через Дискорд и никогда не встречались в реальной жизни. Говоря уже о том, что в штате работают энтузиасты, а не мастера своего дела, как в Visceral, да и бюджет и разительно отличается от тех, что могла себе позволить студия под эгидой EA. Наконец, у негатив атмосфе есть большие амбиции. Но нет даты выхода, хотя анонсирован проект был ещё в 2018 году. Это заставляет переживать за успех компании. Но если проследить за активностью в социальных сетях, можно обнаружить, что разработчики на самом деле не лукавят. Напротив, они прямолинейно заявляют, что далеки от финала, но уже на данный момент проделана огромная работа, и у них нет ни малейших намерений останавливаться. Если или когда игра всё же увидит свет, то есть все шансы получить достойный отголосок любимой серии. И крепкий самодостаточный инди-хоррор. Помимо прочего, Dead Space, разумеется, стала желанным объектом для фанатского творчества. Тут вам и DIY-плазменный резак, и интерактивный индикатор здоровья. Короткометражки с живым актёром и крутым реквизитом. И мультфильмы, и мультфильмы, и мультфильмы, и мультфильмы. А также, например, музыка. На движке Unreal Engine 4 были воссозданы отдельные отсеки Шимуры, а ещё церковь Юнитологии. По иронии, на движке Юнити такого нет. Dead Space отлично легла на моды в самых разных играх. Кто-то пытался создавать сами игры по мотивам, а вступительную сцену первой части даже склепали в игре Dreams. Конечно же, не обошлось и без огромного количества мемов. Ну и всякие там истории серии ещё. В общем, сомневаться не приходится. Наследие Visceral живее всех живых, и былая слава серии до сих пор не угасла. Напротив, Мёртвый Космос сейчас переживает ренессанс, ведь Ютуб повально разбирает игру на детали, под микроскопом досматривая сценарий, геймплей и дизайн. Dead Space вспоминают с теплотой. Ведь она каким-то образом отпечаталась в сердце, вдохновила, сплотила множество людей и сделала нас едиными. Это была бонусная часть истории серии Dead Space. Напишите комментарий о том, как серия повлияла конкретно на вас. Мне действительно интересно, ведь я читаю комментарии. Ну а если вы большой фанат истории серии, то обязательно ставьте лайк. Для нас это самый явный знак, чтобы продолжать работать в этом формате. До встречи на StopGame.ru Субтитры создавал DimaTorzok